Мария Конникова. Величайший блеф. Взвещается памяти Уолтера Мишеля. Деньги на стол. Нью-Йорк. Конец лета 2016 года. Но при всех затратах и опасностях этого занятия нет лучшего способа для мужчины познать жизнь среди людей, как сесть за карточный стол, в особенности за тот, где играют в покер. Клеменс Франс. Тяга к азартным играм. В глубине кафе я вижу бейсболку Эрика Сайделла. Она лежит на кушетке рядом с ним самим. Я узнала ее, потому что тщательно изучила Эрика, прежде чем завести знакомство. Я заранее составила его психологический профиль, по крайней мере, профиль того человека, каким он кажется со стороны. Он не похож на прочих профессиональных игроков в покер. Обычно те жаждут внимания толп, обожают, когда их снимают, любят работать на публику и носятся со своими фичами, будь то приступы гнева, немотивированная агрессия или привычка безостановочно болтать за столом. Эрик молчалив, сдержан, всегда внимателен. Похоже, он играет взвешенно и расчетливо и побеждает. У него восемь браслетов WSOP, титул победителя мирового покерного тура и десятки миллионов долларов призовых денег. Я тщательно подумала, прежде чем выбрать его. Еще бы. Я ведь собираюсь предложить ему провести со мной целый год. Предложение в каком-то смысле не хуже брачного. Тут важно предварительно как следует изучить объект. Впервые за долгое время я нервничаю, по-настоящему нервничаю. Я вдумчиво подобрала наряд для этой встречи, изысканный, но не консервативный, серьезный, но не слишком. Чтобы выглядеть как человек, которому можно доверять и на которого можно положиться, но в то же время как человек, с которым приятно пройтись по барам. Я собираюсь охмурить его по всем правилам науки. Мы встречаемся в заведении, представляющем собой голливудскую версию французского кафе. Я пришла рано, но он еще раньше. Вот он. В дальнем углу скручился за столиком, слишком крохотным для его почти двух метров роста и длинных конечностей. Темная футболка оттеняет бледное сосредоточенное лицо. Он читает журнал. К моему огромному облегчению, это свежий августовский номер Нью-Йоркера, тот, что с нежной и морской акварелью Симпе. Жан-Жак Симпе. Родился в 1932 году. Французский художник-карикатурист, известный в числе прочего, благодаря совместной работе с Рене Гассини над книгами о приключениях малыша Николя. Неоднократно становился автором обложек для журнала «Нью-Йоркер». Игрок в покер, читающий «Нью-Йоркер». Как раз такой человек мне и нужен. Словно почуявшая след гончая, я осторожно двигаюсь к столику, стараясь не спугнуть свою жертву. Эрик Сайдл, безусловно, самый скромный чемпион по покеру в мире. Кроме успехов в покере, он выделяется среди других игроков еще и продолжительностью карьеры. Он до сих пор сражается за звание лучшего игрока, начав еще в конце 80-х. А это непросто, ведь за последние 30 лет игра серьезно изменилась. Как и во многих других областях современной жизни, количественная составляющая покера стала важнее качественной. Главным стала не интуиция, а расчеты, не наблюдательность и статистика. Не чутье, а теория игр. Похожая тенденция наблюдается в столь далеких друг от друга областях, как психология, где социальная психология уступает место нейробиологии, и музыка, где алгоритмы и эксперты просчитывают не только то, что мы слушаем, но и то, как. С точностью до доли секунды выстраивается мелодия, чтобы песня стала популярной. Вот и в покере та же история. Вокруг столов расселись доктора наук из калифорнийского технологического. Калифорнийский технологический институт, расположенный в городе Пасадена, Калифорния. Один из двух главных университетов США, наряду с Массачусетским технологическим, специализирующихся на точных науках. Распечатки статистических данных уже никого не удивляют. В беседах то и дело мелькают GTO, теории оптимальной игры, и Positive Expected Valued, положительные математические ожидания. Разговоры о вероятностях звучат громче разговоров о чувствах. Эрику предрекали, что если он будет придерживаться своего стиля игры и больше полагаться на человеческий фактор, чем на математику, то его ждет судьба гинозавров. Однако он остается одним из лучших игроков. В мире профессионального покера, мире, где правят раздутые самомнения, тестостерон, слова-паразиты и эгоизм, Эрик выделяется не только скромностью. Он, возможно, единственный игрок-профессионал, который состоит в Бруклинской музыкальной академии или может запросто метнуться на другой конец страны, чтобы посмотреть тендап Дэйва Шаппелла, а еще обладает почти энциклобетическими познаниями в достижениях кулинарии от Лос-Анджелеса до Манилы. Бруклинская музыкальная академия. Центр, занимающийся поддержкой развития авангардного искусства не только в области музыки, включает в себя оперные и драматические театры, общедоступный цифровой архив и многое другое. Дэйв Шаппелл. Родился в 1973 году. Американский стендап-комик, актер и сценарист, лауреат двух премий Эйми и одной Грэмми. И он уж точно единственный игрок-профессионал, предпочитающий Нью-Йорк Лас-Вегасу. Кроме обычного жилья в Вегасе, у него есть временная резиденция в Манхэттене в Верхнем Вестсайде, в том самом районе, где прошло его детство. Его любознательность неподдельна и безгранична. Его любовь к жизни стопроцентно заразительна. «Ангус и Джулия Стоун, слышали их?» ни с того ни с сего спрашивает он на нашей первой встрече. «Кого? Я даже не понимаю, откуда это. Может, это писатели, о которых я ничего не знаю? Или актеры, прошедшие совершенно мимо меня? Или просто какие-то нью-йоркцы, которых, по его мнению, я должна знать?» «Оказывается, музыканты. Я сижу и надеюсь, что не убила его интерес ко мне и все еще выгляжу достаточно интеллигентной, чтобы пройти испытания на ширину кругозора. Моя нервозность растет, как на дрожах». «Это нечто особенное», — говорит он. «Дуэт из Австралии, брат и сестра. Я много раз слышал их вживую». Впоследствии я еще часто буду слышать от него это выражение «нечто особенное». «Майк Бербилья» — «нечто особенное». «Новая обстановка отелла» — «нечто особенное». «Маленький неформатный суши-бар вдалеке от туристических троп Лас-Вегаса, в котором мы обедали во время моей первой вылазки в город Греха» — «нечто особенное». «Профессиональный игрок в покер по прозвищу «Лаки Чиви» — «нечто особенное». «Я младше Эрика на четверть века, но, общаясь с ним, я понимаю, что уже забыла, каково это — получать удовольствие от нового опыта. Я обленилась, мне все надоело. Мне хочется свернуться клубком и лежать, а не идти в центр 902 на новое ток-шоу или в джоз-пап на какое-то невразумительное действие канадских музыкантов. Эрик вытащил меня и туда, и туда, и я не пожалела. За месяцы, последовавшие за нашим знакомством, мой плейлист наполнился множеством рекомендованных им композиций, у меня появилась куча новых любимых стендап-шоу, а мой список того, что нужно будет когда-нибудь обязательно посмотреть на Нетфликс или в театрах, до которого у меня точно никогда не дойдут руки, разросся до огромных размеров. «Эрик, ходячий справочник, что интересного в городке?» «Что интересного в городке?» Приложение к журналу «Нью-Йоркер», где публикуются анонсы событий. «Мое представление об идеальном вечере — бокал вина или чашка чаю дома, что-нибудь почитать или посмотреть на сон грядущий, а Эрик на это — «Ты в Нью-Йорке, лучшем городе Земли, смотри, сколько всего ты упускаешь!» Такой же энтузиазм и любознательность он проявляет, когда дело касается покера. Эрик следит за успехами новых игроков, разбирается в приложениях и программах и ни на минуту не допускает, что уже знает все, что можно. Он отказывается почивать на лаврах. Если бы мне пришлось придумывать ему девиз, я бы выбрала такой — «Жизнь слишком кратка для самодовольства». И когда я все-таки задала вопрос, который ему приходится слышать чаще всего, какой главный совет он дал бы начинающим игрокам в покер, его ответ заключался в двух словах «Будьте внимательны». Два простых слова, о которых мы чаще всего забываем. Обращать внимание на то, что происходит здесь и сейчас, гораздо труднее, чем идти по пути наименьшего сопротивления. Я узнала об Эрике, наверное, и оттуда же, откуда узнают о нем и большинство новичков в покере. Из фильма 1998 года «Шулера». Во многих отношениях именно благодаря этой картине игра сделалась с массовым увлечением. Главные герои в исполнении Мэтта Деймона, одаренный студент юридического факультета, играет в покер, чтобы платить за учебу, а в конце концов отказывается от карьеры юриста, выбрав путь профессионального игрока. И больше всего персонажа Мэтта Деймона вдохновлял конкретные случаи – «Шоудаун» за финальным столом WSOP 1988 года, где играл Джонни Чен и Эрик Сайдл. «Шоудаун» – стадия игры, когда двое или более игроков продержались до ревера и должны открыть свои карты, чтобы стало ясно, чья комбинация сильнее. Разбор этой игры происходит на протяжении всего фильма. «Чёртов Джонни Чен – великий мастер», без конца повторяют комментаторы, и Эрик Сайдл принёк попавшие как курвощи. Самая известная в непокерном мире раздача – «Дамы Эрика» проиграли стриту Чена. Это была мастерская ловушка для ни о чём не подозревающей жертвы. Чен на тот момент был действующим чемпионом, Эрик же впервые в жизни участвовал в крупном турнире. Он одолел 165 соперников, чтобы дойти до финального стола и остаться одним из двух выживших. Невероятный подвиг и потрясающее начало карьеры. Фильм был хитом среди студентов. Он вышел в конце 90-х, а к началу нулевых каждый подросток уже подумывал, сможет ли оплатить учёбу с выигрышей в покер. Я в то время покером вовсе не интересовалась, даже понятия не имела, что такое стрит или почему Чен использовал его как ловушку для Сайдала. Стрит. Пять карт подряд, возрастающих по силе. Для меня всё это было китайской грамотой, и я не горела желанием учить иероглифы. Но несколько лет спустя, когда я всё же посмотрела фильм, меня глубоко потрясла фраза, которую произносит Мэтт Дэймон, рассуждая о дуэли Чена и Сайдала. Это не о том, как играть в карты, это о том, как играть людьми. Клише, конечно, однако это клише описывает то, что меня интересует, то, что занимает мои мысли больше всего на свете. Психология, самоконтроль, способность прочекать свой стрит до конца, как это сделал Чен, иметь на руках самую сильную комбинацию, но никак это не выдать, чтобы соперники думали, будто они побеждают, хотя на самом деле они уже проиграли. Не нужно знать, что такое стрит и чек, чтобы оценить всю красоту этой стратегии. И вот передо мной сидит тот самый человек, никому неизвестный перенёк, ставший мастером, живая легенда в мире покера, и я хочу уговорить его, чтобы следующий год своей жизни он потратил на моё обучение, при том, что он, насколько мне известно, никогда не брал учеников, а я никогда не играла в покер. Я хочу, чтобы Эрик учил меня, чтобы он подготовил меня к главному чемпионату по покеру, мировой серии покера, она же WSOP. Тому самому турниру, благодаря которому он много лет назад невольно превратился в легенду. В ходе обучения я рассчитываю понять, как принимать лучшие из возможных решений не только за карточным столом, но и в жизни. Освоив покер, я надеюсь приручить удачу, научиться менять жизнь к лучшему, даже когда карта категорически не идёт. Я думала, это займёт год, точно отмеренный, контролируемый срок, легко представить, легко осознать. У меня был план понравиться Эрику, объединить усилия, поучаствовать в главном событии WSOP и выжить, чтобы рассказать, как это было. Назначить срок было проще всего, год — это просто и ясно, от сих до сих. Год подкупает, ведь каждый легко может представить, как занимается чем-то в течение этого периода. Мой год того-то, мой год сего-то, год, когда я буду пробовать себя в новой роли строго до назначенного дня. Никому не интересно слушать о моих трёх с половиной годах не вполне успешных попыток, у кого найдётся столько времени. Другое дело — задача на год. Это можно осилить. Отличное противоядие против беспорядочности жизни. Но у жизни были свои идеи на этот счёт. План пришлось пересмотреть. График плетел в тартарары под напором непредвиденного. И в самом деле, хочешь насмешить Господа, расскажи ему о своих планах. Чтобы я не думала о Боге, я верю в случай, в пыхтение паровоза Вселенной, который прёт себе по рельсам, не заботясь о нас, наших планах, наших мотивах и наших действиях. И будет пыхтеть, что бы мы ни делали или не отказывались делать. Возможности, случайности, то, что мы не можем проконтролировать, как бы ни пытались, но кто упрекнёт нас за то, что мы не оставляем попыток. То, как мы пытаемся нащупать точку равновесия между удачей и контролем, то, как мы принимаем решения, проблемы, занимающие мои мысли много лет. Когда я была маленькой, мне выпала, быть может, величайшая удача в моей жизни. Родители уехали из Советского Союза, и мне открылся мир возможностей, о которых иначе я не могла бы и мечтать. Подросткам я прилагала все силы, чтобы добиться наилучших результатов в учёбе и стать частью нового поколения в нашей семье, поступившего в колледжи Соединённых Штатов. Повзрослев, я захотела разобраться, чего в своей жизни я добилась сама, а не получила по прихоти судьбы. Как и многие другие люди, до меня я стремилась понять, насколько мои достижения, моя заслуга, а насколько удача. В книге «Сказанные и сделанные» Симона де Бувуар пишет, «Шанс, что тот самый сперматозоид оплодотворит ту самую яйцеклетку, учитывая, что прежде мои родители должны были встретиться, а ещё прежде появиться на свет, как и все их предки, был меньше, чем один на сотню миллионов». Такова роль случайности в бытии. И благодаря стечению обстоятельств, предсказать которые при нынешнем уровне развития науки практически невозможно, я родилась женщиной, и от каждого прожитого с тех пор мгновения представляется мне ответвляются тысячи вариантов прошлого. Я могла заболеть, могла бросить учёбу, могла не встретить Сартра, всё, что угодно могло случиться, продолжает добывуар. Да разве можно мечтать отделить случайность от результатов сознательных усилий? Это был философский вопрос не хуже других, и я выбрала лучшие из известных мне способов для поиска ответа, я пошла в магистратуру, сформулировала вопрос, исследовала тему, мне было интересно, как часто мы на самом деле контролируем происходящее, и как в ситуациях, где правит случай, на наше решение влияет иллюзия, будто мы что-то контролируем, как ведут себя люди, когда им не хватает информации о том, что с ними происходит. Во время своей учёбы в докторанторе я просила людей сымитировать игру на бирже с ограничением по времени. На протяжении пяти лет в моём исследовании поучаствовали тысячи испытуемых, в ходе задания они должны были вложить определённую сумму денег в одну из двух акций или в облигацию, деньги были настоящие, а от успешности вложения зависело, сколько испытуемому заплатят, в диапазоне от одного доллара до 75 и больше. Финансовую операцию каждый испытуемый проделывал более сотни раз. Облигация гарантированно приносила деньги, но мало, всего один доллар, а вот акции были аналогично настоящей игре на бирже. Если повезёт, на них можно было заработать до 10 долларов за круг, но если нет, то с ваших доходов одним щелчком спишутся именно 10 долларов. В каждом раунде одна из двух акций, остроумно названных нами А и Б, случайным образом назначалась хорошей, другая плохой. Хорошая давала 50-процентный шанс заработать 10 долларов, 25% остаться при своих и ещё столько же потерять 10 долларов. Плохая понижала ваши шансы на выигрыш до 25% и повышала шансы проиграть до 50%. Меня интересовало вот что, какой стратегией будут руководствоваться участники и насколько быстро они поймут, которые из акций хорошие. Оптимальная инвестиционная стратегия быстро выводит вас на хорошую акцию и позволяет по итогу выиграть максимальную сумму, невзирая на эпизодические проигрыши. Но результат этого эксперимента оказался совершенно неожиданным. Снова и снова испытуемые переоценивали свою способность контролировать события, а ведь это были умные люди, во многих отношениях преуспевающие. Люди, которые должны были бы знать, что к чему. Мало того, что они слишком поспешно решали, как будут распределять свои инвестиции, так еще и, исходя из очень неполных данных, делали смелое предположение, какая из акций хорошая, и упрямо стояли на своем, даже когда начинали терять деньги. Чем больше они переоценивали значение собственных способностей относительно роли случая, тем хуже делали выводы из происходящего и тем менее эффективные решения принимали.